Музыка Музыка Всем привет, друзья, подписчики и гости канала. В этом выпуске у нас будет видео про Старую Почту. Также я исполню желания двух подписчиков наших. Ну что ж, начинаем, поехали. Старая Почта – это микрорайон, расположенный в северной части города, в секторе Рыжкановка. Название он получил от бывшей почтовой станции, располагавшейся в районе Вестерничен. Сейчас же там находится железнодорожная станция Вестерничены. Старая Почта известна как поселение с начала 19 века. В начале 20 века стало предместем Кишинева. В 1912 году здесь насчитывалось 147 дворов и 607 жителей. Перед вашими глазами – частный сектор этого микрорайона. Также упоминается, что на картах 1860-х годов это место называлось село Кишиневская Почта. Также стоит отметить, что Старая Почта в недавнем прошлом считалась одним из самых криминальных микрорайонов города. Но ситуация сейчас наладилась. По найденной информации, причиной для этого послужило то, что в 40-е и 50-е годы 20 века этот район рассматривался как поселение для освобожденных с мест лишения свободы. Ну а сейчас отбросим в сторону весь негатив и наслаждаемся видом с высоты птичьего полета. Продолжение следует... Нахожусь я сейчас за кругом у типографии. В принципе, вот, покажу вам этот самый круг. Условно отсюда говорят, что начинается Старая Почта. Очень много новостроев в этом микрорайоне. Расширяется, как и малая малина, можно сказать. Друзья, приболел я. Только-только восстановился. Точнее, можно сказать, восстанавливаюсь. Баранхит дело серьезное. На две с лишним недели выкосило меня. Ну да ладно. Движемся в весну. Сегодня, кстати, 2 марта. Суббота. Но погода у нас такая сырая, прохладная. Кстати, блок новостроев. А вот это Крышканский парк, как его называют. Далее в видео я вам покажу его более детально. Надеемся с вами к кругу, к перекрестку. Ну что ж, продолжим попозже. Ну а вашему взору сейчас открывается вид сверху на так называемый Рышканский парк-лес. Кто как его называет, это уже на ваше усмотрение. Здесь мы можем наблюдать с вами вид сверху на Кишиневский ипподром. Продолжение следует... Но я также подозреваю, что мог ошибаться и ипподром находится здесь. Кто знает, отписываемся, пожалуйста, в комментариях. Вот я сейчас нахожусь прямо на кругу. Шли из офиса трех девяток, ТВ-8. Ну буквально 10 лет назад отстроили это здание, совсем недавно. Вот этот знаменитый круг на старой почте. Дальше мы идем, движемся с вами направо. Эта улица сейчас и носит название Калиуархелуй. Бывшая улица Дмитрия Кантемира. Называется она так, потому что идет к городу Археев, Археев. Называйте, как хотите, в принципе. И вот. Тротуар здесь, как мы видим, не менялся довольно давно. В отчасти кто-то поставил плитку. Ну, в принципе, типичный спальный район Кишинева. Хочется вам показать, что же тут все-таки нового. Вот, кстати, Мерседес-центр, который многими упоминается. Специальный представитель машин Мерседес в Молдове. Именно здесь, по улице Калия Орхейлуй. А напротив меня сейчас памятник жертвам Холокоста. Мы можем наблюдать. Мы движемся с вами далее. Вот такие вот двухэтажные домики. Такие еще старые советские постройки здесь преобладают. А вам не передать, а здесь запах шашлыка такой. Видимо, кто-то готовит мясо рядом. Либо вот то заведение с правой стороны оттуда. Запахи тут, ой, какие весенние. Запахи маевки, я бы сказал. Итак, сейчас мы пересекаем с вами улицу Барьера Орхей. Вот вы можете тут увидеть название. Есть вывеска. Это бывшая улица Ремесленная. Идет она вглубь квартала. Ну, а мы движемся с вами далее. Параллельно это идет улица Путный. Это бывшая улица Комарова, если я не ошибаюсь. Если ошибся, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Такие вот здесь новострои. Да, кстати, справа от меня находится заведение под названием Крюшма. Вы можете наблюдать. 184 маршрутка здесь ездит также. Но только в ту сторону, в сторону Ботаники, в сторону центра. И вот здесь такие вот хрущевочки четырехэтажные. Не знаю, хрущевки, может быть, еще ранние постройки. Потому как, насколько я знаю, этот микрорайон начали строить еще где-то в 50-х годах. В 40-х, 50-х я искал информацию на форумах. Так, да, говорилось, что так. Но это, скорее всего, годов 70-х, 60-х здания. Вот напротив справа такие вот небольшие заведения. Там чуть дальше и подром. Справа и вдали. Чуть далее за этим Сосновым гором. Здесь у нас незавершенный новострой. Уже очень давно вроде как он стоит. Я не помню, с какого года. Стройка заморожена. Ну и дорога сама к Алиархелу, я вам скажу. Она, честно говоря, состоит из таких вот плит бетонных. Это не очень комфортно для поездки. Как и этот тротуар. Тротуар здесь тоже штормит. Так говорил один из моих любимых блогеров. Понравилась. Это его фраза. Вот. Если он смотрит меня, Алексей Круглий. Привет. Избельц. Движемся с вами далее. Вот. Мы пересекаем с вами улицу Андрей Лупан. Как бы я не пытался найти ее старое название, но цветно. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Движемся с вами далее. И я до этого немного подготовился. Что-то нашел в плане названия старых улиц. Но некоторые так и на некоторые улицы так и не нашел старых названий, к сожалению. Вот если можете, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях. Микрорайон относительно новый. Ну, чуть старше Малой Малины. Однако застраивается он не хуже ее. Здесь еще здание более старой постройки. А вот туда, чуть дальше, там уже сплошь на настройках. Это будет чуть позже. После перекрестка улицы Чевкарь. Или Чевкарь, как она раньше называлась. И... Окей, будет развилочка. Но это чуть позже. Сейчас мы смотрим, что у нас здесь справа. Вот, кстати, вот тут справа, чуть ниже, и подробно. У меня периодически будут видео вида сверху. Так что как-то так. Вот это вообще как будто довоенное еще здание. Построенное при Сталине. Советских времен постройка. Таких вот 50-х годов, если не 40-х, хочется сказать. Вот, кстати, да, кто знает, каких годов эта постройка, подписывайтесь тоже. Будет интересно. Вот, кстати, чуть дальше такие двухэтажные здания. Таких вот я много в Бельцах замечал. Это, видимо, тоже послевоенная постройка идет. Не могу утверждать, но очень похоже на бывшее общежитие. Хотя очень маловато для общежития, если так взять. Вот. А через лес, через парк, точнее, по правой стороне уже виднеется Рыжкановка. Это новострои. Это новострои на улице Ашматей-Басара, бывшая Бубновского. Таким образом у нас разрисовали остановки общественного транспорта кое-где. В таком уютном домике расположилась парикмахерская везерия на русском языке. Продолжим с вами чуть далее. Здесь тротуар немножко сужается, как я вижу. эта улица носит название имени Василий Падил. Пытался найти на форумах, не нашел я прежнее название. Удалось мне поговорить здесь с человеком, который живет с 75-го года. Он говорит, что якобы эта улица называлась Северной. Ну, не знаю, поправьте меня в комментариях. Здесь спускается 184-я маршрутка оттуда. Вот. И движется дальше в сторону того круга, кольца. Вот здесь также мы можем видеть пешеходный переход и внизу ипподром. Если я не ошибаюсь. Здесь просто другого и не дано ипподром. Футбольное поле там чуть дальше. Вот. А мы с вами приближаемся к перекрестку улиц Калер-Хейл и Чоукарь. Кстати, раньше Чоукарь была не улица, а числилась как переулок. Я смотрел на форумах. Ну, видимо, она была не сильно так застроена. Вот, как, к примеру, бывшая Энгельса на Баюканах. Многие говорят, что только до завода Альфа там были застройки. А сейчас аж до Полтавского шоссе. Вот так и здесь. Здесь, кстати, слева у нас магазин Вольта. Магазин Рамстал. Можем наблюдать магазины бытовой техники, электротоваров. Вообще, на Старой Почте много подобных магазинов. В другую сторону, если повернуть по Петриканской, вот там есть также Нано Маркет, есть Супротен. Это вот подобные магазины. Вот мы вплотную приближились к перекрестку улиц Калюархиэлуй, Катемира и Чевкарь, давайте скажем так. И дальше туда идет дорога наверх до перекрестка со Студенческой. А здесь вот этот легендарный перекресток. Здесь, по-моему, также была конечная троллейбусов, так как троллейбусная линия имеет здесь поворот чуть дальше. Вот. Ну, кто знает, отпишитесь. Может, раньше троллейбусы ходили только до суда, а потом расширили же эту линию, аж туда. Вот. А здесь вашему взору вид сверху на улицу Чевкарь. От начала и до перекрестка с улицей Соколень, бывшая Соколова. Наслаждайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, и для пользователей Freelancer 1206 и Vital Concept по вашему пожеланию обзор на улицу Чевкарь. Здесь уютно так расположилась заправка Петром. Аж две заправки. Получается, одна для тех, кто едет по этой улице и другая по той, Калеоархиулы. Здесь еще адреса идут Калеоархиулы 103-3. И вот такие вот своеобразные высотные здания тире-свечи и так называют. Это как, что ли, символ, визитка этого микрорайона. В Кишиневе таких я больше не видел. Такой формы. Впрочем, если я ошибаюсь, отписывайтесь в комментариях. А вот туда направо, чуть дальше, там уже новострой. В сторону выезда из города. Вот мы можем наблюдать, какой транспорт здесь едет. 28-й троллейбус в том числе едет. Он отсюда со старой почты на Ботанику через центр. До второго троллейбусного депо он едет. Едет через улицу Колумна мимо центрального рынка. Потом Букурешть, Чуфля, ЖД-вокзал, Мчешская. И от второго троллейбуса ново-депо дальше будет Биста, Сагмисджету, забывшая старого. И возвращается дальше вниз по Дичибал, даже до вокзала. Дичибал это бывшая Тимошенко. Это тоже здание советской еще постройки. Бывший ресторан Элеганс. Работает ли он, судя по такой вывеске, вряд ли. Здесь компактно, уютно так все построено. тихий спальный район, можно сказать. Парковки оборудованы. Магазины также имеются, фэмили-маркет. Все, что надо для жилья, в принципе, тут есть. 25-й троллейбус. Он едет до центра, сейчас его маршрут продлили. Раньше он двигался до улицы 31 августа, это бывшая Киевская улица, пока находится на консервации, там оборужили брусчатку. Впрочем, за счет этого вы можете увидеть в моем видео про центр, там оно все есть, будет ссылочка в описании. Вот. И он движется сейчас аж до улицы Алексея Матьевича, до Государственного университета. Как и 12-й, с Чекан. В принципе, все, кто имел конечную остановку на 31 августа, всех продлили туда, до Матьевича. вот такого, такой причудной раскраски, как пойму выразить, красной, бордовой, скорее, здесь дома. Знаете, вот туда, вглубь квартала, это уже улица Георгий Мадан. А насчет улицы Георгий Мадан, это бывшая улица 24 августа, здесь также имеется улица, был переулок 24 августа, он находится там у перекрестка Калиархелу и Челкарь. Так вот, сейчас та улица, тот переулок называется улица Магда Исанус. Сам не поверил, не знаю, я, честно говоря, в честь, кого она названа. Кто знает, отписывайтесь в комментариях. Вот здесь, как мы видим, уже обновленный тротуар, более ухоженно чувствуется, хозяйская рука, как говорится. Здесь идут перемешку новострои со зданиями старой постройки. старые деревья также обрублены, зачищены, потому, как бывали случаи, что обваливались сухие ветки, в том числе, убивали людей, детей, и примария взялась за очистку старых деревьев. вот здесь уютненько, новострои. Ну, новострои, это, честно говоря, на любителей, не все их любят, насколько я знаю. Как по мне, они уютно тут вписались, виды особо не портят. на первом этаже, конечно же, магазины. Здесь уже так тихо, спокойно. Мы приближаемся к остановке улицы Язулуй. Улица Язулуй, это бывшая улица Павлодарского. Вот, честно говоря, я не припомню, кто такой человек был. Ну, да ладно. То есть, в принципе, всего 3-4 остановки по этой улице. Вот, вторая, вот, Калиарфилу, и эта улица Язулуй остановка. Но сама улица идет параллельно улице Чавкарь. Чуть позже я вам покажу ее. Вот здесь мы видим уютно так расположился фоск с питьевой водой Апы Пуры. Кстати, довольно хорошая вода. Все ее рекомендуют, советуют. Кое-где даже остались вот живые продавцы, потому как во многих местах уже автомат наливает воду. В частности, вот у меня на районе, где я живу, там сплошь автоматы стоят. Направо мы видим здание свидетелей Яговы. здесь снова бордовый цвет, венелла, и вот эти девятиэтажки. еще раз. Всем, кто здесь жил, всем, кто живет, пишущий привет, отписывайтесь в комментариях. Кстати, не стесняйтесь, пишите, если хотите увидеть ту или иную локацию, и я вам ее покажу для первой возможности. потихоньку мы приближаемся к базарчику, рынку, точнее, Челкарь, как он называется. Небольшой такой рынок на старой почте. Честно говоря, я даже не знаю, с какого года он здесь существует, кто знает, отписывайтесь в комментариях, пожалуйста. Давно я здесь не был, на самом деле, с 22 года, то есть два года назад я был здесь в последний раз. Посмотрим, насколько этот базар работает, потому что эти маленькие базарчики у нас не всегда выживают, скажем так. По крайней мере, ладно, в центре пьяца Чентралы, кстати, про нее будет у меня отдельный выпуск на канале. Считаю, что выпуск про центральный рынок заслуживает отдельного внимания. Ну, а такие маленькие рынки, они уже почти полузакрыты, скажем так. зависит, видимо, от посещаемости. В частности, вот на Буйканах, когда я был, я, правда, вечером пришел под закрытие, там только половина, если не меньше половины прилавков было открыто. вот мы видим с вами здание новостроя, магазин Супермаркет Локал, Либрариус, Цитрон, и там вот чуть дальше Эндис. Вот еще раз делаю вам панораму для тех, кто здесь жил, живет. всем большущий привет. Передаю атмосферу присутствия с микрорайона Старая почта Почта Веки. А вот эти дома, кстати, уже относятся к улице Язулы. Вот тут написано даже Страда Язулы, 2-3. Ну а мы движемся с вами далее. Также небольшой скверик придумали, сделали, соорудили. Вот не знаю, было ли раньше тут такое уютно. Пройдусь по нему. Так, низинки рядом с домом. Можно выйти, посидеть, почитать книжку, допустим, или просто отдохнуть. Удобно, комфортно. Ну а специально для пользователя Freelancer 1206 вид сверху на бывшую 46-ю школу. Ныне это Лицей Ломоносова. Наслаждаемся. Продолжение следует... Мы можем наблюдать здесь такие вот ухоженные мини-дворики. Да, иногда в пятиэтажках такое и есть. Вот делается пристройка, как в этом случае. И сооружается такой мини-двор. Красиво, уютно, но еще не зелено. Мне кажется, когда зелено, здесь более красивее. Справа у нас новострой от компании Браус. Не знаю, видно вам или нет. Браус уже везде по городу видно, в принципе. Мы с вами вплотную подходим к рынку. Также справа от нас видим большую Линеллу с приставкой Супер. Там есть автокасса, очень удобные магазины, как по мне. Очередь в них гораздо уменьшается. Вот, кстати, рынок Челкарь. Не сказать, что сильно большой. Он находится рядом с перекрестком улиц Соколень. В Соколенье Челкарь. Соколень это бывшая Соколова. И вот, кстати, здесь вот вход Ятса Челкарь. Чуть-чуть пойду пройдусь, покажу вам, что да как. Вот такой здесь рынок. Вот такой здесь спуск к нему. Далеко уходить не буду. Просто покажу вам, что тут имеется. Не маленький на самом деле он. Хотя где-то половина примерно киосков или как их правильно назвать ларьков утеков закрыто. остановка общественного транспорта типа конечная но еще не конечная предпоследие на маршруте. Вот кстати перекресток. Сейчас чуть-чуть попозже продолжим с вами. По просьбе пользователя фрилансер 1206 бывшая 46 школа. Как я узнал сейчас она носит имя точнее лицей имени Михаила Ломоносова. Вот как тут сейчас все обстоит. Видим во дворе небольшой теннисный столик Уж два столика находится она в таком вот треулке вот собственно это школа всем кто здесь жил учился большущий огромный привет подписывайтесь в комментариях вот такой вот здесь пуск к улице Калио Архиевой мы движемся с вами далее школа будет также вид сверху видео вот пользуясь случаем пройдусь справа по боку 46 школы это улица Георгий Мадан бывшая улица 24 августа также всем кто здесь жил или живет большущий привет здесь такая тихая спокойная улочка интересно про ней пройтись тихо спокойно уютно здесь минимум движения мы можем наблюдать справа играются дети здесь такие вот уютненькие еще с советских времен дворики вот в пятиэтажке хрущевки уже видимо дома на Котельцовый похоже ну да ладно мы движемся с вами вплоть до улицы Соколень бывшая Соколова до нее еще есть наслаждайтесь атмосферой этой улицы этого микрорайона в частности слева мы видим детский садик за школой прямо прямо за школой тут расположен там чуть выше уже жилые дома слева вот здесь вот такие уютные пятиэтажки с магазинчиками небольшими и вот здание новостроя тоже пятиэтажное довольно неплохо так сооружено тихо спокойно вот такая вот атмосфера спального района здесь да тротуары тут конечно старые но тем не менее можно спокойно выйти на дорогу и идти по ней дорога здесь еще живая более-менее видно что латали лет 10-15 назад вот мы видим вдали большущий такой новострой здесь уже эта улочка подходит к тупику как я понимаю выход на соколень чуть дальше сейчас увидим вот то высотное здание новостроя это уже улица соколень бывшая соколова а здесь да вот это тоже дома по улице соколова которые горизонтально к нам это если я не ошибаюсь бывшее общежитие в общем там квартира малосемейки по-моему я здесь как-то был по прошлой работе вот и пойдем пойдем мы с вами наверное сюда наверх здесь покажу вам такой уютно обставленный дворик домики старые спортплощадка новая собственно такая спортплощадка для детей для взрослых все кто желает тут заниматься кстати улица соколей бывшая соколова она идет так вот сверху вниз туда наверх это улица дойны а вниз это улицы Чевкар выше переулок Чевкар и вот это здание а-ля бывшее общежитие с семейными квартирами тут кстати лифт имеется но по-моему он не работает по крайней мере когда я был два года назад он тут не работал вот здесь вот здесь еще одно здание новостроя вот здесь еще одно здание новостроя сзади него еще строится 12-13 этажей 12-13 этажей вместе с мансардой я насчитал неплохо ну по крайней мере вот что что вот это здание меня радует не всем новостроя нравится ну да ладно это уже дело каждого мы сейчас с вами перейдем дорогу ждем чуть-чуть а это вид сверху на улицу Соколинь бывшая Соколова в обе стороны от улицы Чаукарь то есть сейчас мы поднимемся в сторону Ваза ну и рядом метр будет а если быть точным это в район улицы Кали-Орхелуй с выездом на Ставчены ну а чуть позже мы продолжим от улицы Чаукарь и наверх до улицы Дойна всем приятного просмотра Кали-Орхелуй 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 я дорогу. Вот мы видим с вами улица Соколинь идет вниз к улице Челкари. Дальше она поднимается вплоть до Калюрхелуй. Там поворот небольшой направо и дальше Калюрхелуй. Дальше Дмитрия Кантемира. Здесь, кстати, тоже имеются новострои. А мы пройдемся чуток там. Упс. Ладно. Пропустили. Спасибо большое водителю. Да, тут такие здания по всей улице. Не знаю, как правильно. Постмодернизм. Кто знает, поправит меня. Как по мне, это бывшее общежитие. И просто малосемейки. В общем, кто знает, что это за здание такого интересного типа, отписывайтесь в комментариях. Здесь мы видим новострой. Небольшой спуск вниз к цокольному этажу. Здесь находится также супермаркет Жорди. Здесь такой заезд даже к нему. Видимо, рампа тут у него. Вот. Перекресток Соколин-Челкарь. Это самый центр Старой Почты. Вдали виднеется Рыжкановка. Снова мы увидим киоск Старой Почты. Киоск АП Пура. Вот здесь он, кстати, уже автоматизирован. Это о том, что я говорил ранее. Вот так вот выглядят автоматы. Здесь можно подойти запросто, а сплотиться карточкой либо наличными. И вот автомат нальет вам воды. Цены вы видите сами. Один литр стоит ли? Двадцать пять литров стоит шесть литров. Ну, чем больше, тем выгоднее. Вот и церковь, которая рядом возвещает нам по точному времени. По-моему, четыре часа дня уже. Наверное, на четыре не смотрел, на самом деле. Ну, ладно. Не в этом суть. Мы сейчас с вами поворачиваем далее на улицу Челкарь. Если быть точнее, к ее началу. Это конечный троллейбусов. Здесь вот такие магазинчики. Плюс там уже сохранились совсем небольшие магазинчики. Ну, вот. В принципе, слева у нас здание еще советской постройки, девятиэтажки. А вот справа уже виднеется новострой. Пользователь, фрилансер 1206 попросил меня снять Челкарское озеро. Ну, я покопался в интернете, попробовал его на карте найти. Все тщетно. О днем лишь одна информация о том, что муниципальные власти, власти города в 2005 году решили его засушить и провести якобы тут ну, сделать конечную троллейбусов. Вот. Если я не ошибаюсь, вот, я нахожусь примерно где оно было. Плюс-минус. Потому как на картах его в точности не найти. В то время, видимо, район не был так сильно застроен. Кто знает, пишите. Видел даже ролик на ютубе есть. Репортаж о том, что вернут ли Челкарское озеро городу, но до сих пор ничего о нем не слышно. К сожалению. Вот здесь уже далее идут новострои. в перемешку со старыми пятиэтажками. Да, райончик тут энергично так застроен уже новым жильем. Вот. Там впереди, если я не ошибаюсь, это жилой комплекс Клуш. Он где-то тут в районе конечной остановки. Здесь же вот медицинская лаборатория. Видимо, недавно открылась. Еще шариками висит инвитро. Ну и рядом аптека. Как же без этого? Так же, как и терминалы новой пошты для приема посылок. вот здесь так же имеется и магазинчик такой вот уютный и кебабное. Кебаб экспресс. Так, ну а касаемо студенческого переулка, вот здесь уже находятся дома расположенные на нем. К сожалению, точную локацию вы мне не дали, какую хотите увидеть. Сниму все, что смогу. Так, вот что будет недалеко. Уже дабы не хочется ролик сильно растягивать, сделать его максимально информативно, ну да ладно. Уже приближаемся с вами к конечной остановке троллейбусов по улице Челкарь. Здесь вот располагается школа. Это лицей фамилия Калинеску. Георгий Калинеску, по-моему. Я, честно говоря, не знаю, какой номер эта школа носила ранее еще при Союзе. Вот как-то так сейчас она называется. Вот там улица Язулуй. Могу ошибаться, то, кстати, не Клуж, потому что я смотрел по карте Клуж чуть дальше. Там целый блок новостроев, как и здесь. Здесь тоже так неплохо отстроились. Но в основном возле конечной остановки такие пятиэтажки советской постройки, как я вижу. А вот здесь школа слева. Ну, к сожалению, двор тут закрыт сейчас. Пройти я не могу. В общем, вход закрыт на территорию школы. Лицей Георги Калинеску. Всем, кто здесь учился, большущий привет. Также всем, кто здесь жил или живет, подписывайтесь в комментариях, ставим лайки. Кроме этого, тут полно новостроев появилось. Футбольное поле. Постараюсь вас еще чем-либо порадовать. вот тут конечная троллейбусов. еще немного конечной остановки троллейбусов. Тут находится диспетчерская троллейбусов. Рядом магазинчик новострой. и вот здесь такой почета они делают, заворачивают. вот здесь слева также находится футбольное поле. Видимо, юношеская школа какая-то. чуть дальше здание тоже похожее на новострой с солнечными панелями наверху. Постараюсь дойти аж до самого конца тут поснимать вам все что тут есть. Дата это будет очень хорошая память на века. Ну, на года уж точно. вот там впереди строится жилой комплекс Клуш комплекс Улокатив. В принципе вот и все. Дорога переходит можно сказать что в тупик. Последний новострой здесь и все на этом. Как-то так заканчивается улица Челкарь. Здесь вашему взору открывается вид на строящийся жилой комплекс под названием Клуш. Ну и будучи на старой почте как же вам не показать знаменитое кладбище Дойна. Занимая площадь около двух гектаров оно является одним из крупнейших кладбищ Европы. Официальное название кладбища Святого Лазаря а наименование Дойна оно приобрело от названия улицы на которой оно находится. Открыли это кладбище относительно недавно в 1966 году. Несмотря на это на некоторых надгробиях можно увидеть более ранние даты это перенесенные с другой территории захоронения. На рубеже 60-х и 70-х годов 20-го века Дойна получила статус городского кладбища. Массовые захоронения здесь начались 1977 года. До этого здесь располагалось маленькое кладбище села Чевкары, но Кишинев стал больше и поглотил это село. Также село Чевкары вошло в состав микрорайона Старая Почта. В настоящее время кладбище насчитывает более 300 тысяч могил, в том числе 600 склепов. Всего на кладбище насчитывается 285 секторов. Да, оно поделено на сектора. Здесь, дабы ориентироваться, необходимо знать номер сектора. По статистике, на кладбище хоронят в среднем от 4 до 5 тысяч человек в год. Что любопытно, на кладбище имеется также участок, принадлежащий Германии, где захоронены останки немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Но также, что интересно, на кладбище еще и захоронено более 10 тысяч евреев. Традиционно на Пасху муниципалитет, то есть руководство города, выделяет населению бесплатные автобусы до кладбища, которые принимают во время праздника десятки тысяч человек. Двигаются они в основном все от цирка. Ближе к середине 2015 года администрация кладбища обратилась к муниципальным властям и администрации коммуны Гротиешты с просьбой одобрить расширение кладбища еще на 50 гектаров. Но что самое интересное, по официальным сведениям Дойна, это не самое большое кладбище в Европе, как многие так считают. Ну а самое большое кладбище в Европе находится в городе Гамбург в Германии. Гамбург 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 про старую почту. Подписываемся, ставим лайки и помним, все самое лучшее только впереди. Также не забываем про финансовую поддержку канала. Буду рад любой вашей помощи. А это всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем теплой весны. Пока.